Вы смотрите новости на канале RTVI. Предвыборный цирк, как называет американская пресса, скандальные события текущей президентской гонки, настиг Барака Обаму в Эфиопии. На четвертый день своего африканского турне хозяину Белого дома пришлось комментировать высказывания кандидатов президента США от республиканской партии. На этот раз шумы наделал не Дональд Трамп, миллиардер, сенсационно лидирующий среди республиканцев, взял передышку, а возмутителем спокойствия стал Майк Хакоби. Комментируя ядерную сделку с Ираном, экс-губернатор Арканзаса, и противник этого соглашения сравнил подписанный в виде договор с Холокостом. Внешняя политика этого президента – самая беспомощная в американской истории. Это так наивно, что он доверяет иранцам. Поступая так, он берет израильтян и отправляет их к створкам печей. Хакоби добавил, что иранская сделка является, цитата, «самым идиотским решением». Однако представители Еврейского американского совета назвали слова Хакоби самыми возмутительными за последние десятилетия. В схожем ключе высказалась антидеформационная лига США. Сегодня в Адис-Абебе Обама заявил, что история с высказанием Хакоби – это очень печальный инцидент. Возможно, это попытка удалить Трампа из главных заголовков, предположил Обама. Сам он уверен, что соглашение с Ираном пользуется безоговорочной поддержкой мирового сообщества. Соглашение устанавливает беспрецедентный уровень проверки ядерных объектов Ирана, а также содержит механизмы возврата санкций в случае нарушения тегеранам своих обязательств. Хорошая новость, я полагаю, в том, что я пока не слышал от другой стороны фактических аргументов, одерживающих проверки. И причина, по которой 99% населения Земли считают это соглашение хорошим, заключается в том, что это действительно хорошее соглашение. Продолжение следует...